Кандидатам и докторам повысили минимум Кандидатам и докторам повысили минимум ученые недовольны увеличением числа необходимых публикаций газета «Коммерсант номер 7» от 17 января 2019 года, СТР. Пять правительства собираются значительно расширить требования к российским ученым по количеству публикаций в научных журналах об этом в среду, заявил влиятельный академический клуб 1 июля. В своем обращении клуб критикует инициативу. Предупреждая, что науку нельзя оценивать только по количественным показателям, а количество публикаций не должно быть главной задачей для ученых. Руководство Академии наук обещает на следующей неделе обсудить ситуацию с членами клуба, но вице-президент РАН Алексей Хохлов уже заявил твердый знак, что согласен с нововведением, так как зарплаты выросли, то выросли и требования, предъявляемые к ученым. Предупреждение о том, что требования к минимальному количеству научных публикаций будут значительно увеличены, появилось в среду на сайте неформального клуба 1 июля. Создан в 2013 году на волне протестов против реформы РАН. Член клуба, директор Института физики высоких давлений РАН Академик Вадим Брашкин рассказал твердый знак, что в начале года институты стали получать от Миноборнауки государственное задание, в которое входят и количество статей в научных журналах. Представители ряда институтов и рассказали клубу, что требования к ним резко увеличились. Где-то необходимый минимум опубликованных за год статей увеличился на 30% по сравнению с 2018 годом, где-то на 50%, сказал господин Брашкин. Но есть институты, где требования не изменились тоже непонятно почему. Кроме числа необходимых публикаций изменились и критерии их оценки, говорит академик. Скажем, от института требуют 100 статей в год, но 90 из них теперь должны быть опубликованы в престижных журналах из системы Web of Science. Это требование говорит о непонимании научной специфики, уверен господин Брашкин. У институтов физического профиля и так больше 80% идет в ВС, а вот гуманитариям гораздо сложнее. Традиционно их статьи чаще индексируются не ВС, а в российском индексе научного цитирования РИНЦ. Что им делать теперь, непонятно. В клубе сообщили твердый знак, что пока не могут публично назвать конкретные институты, где повысили требования к числу публикаций, так как информация еще собирается и часть директоров на данном этапе опасаются выступать с публичными заявлениями. При этом собеседник твердый знак назвал ситуацию очень тревожной. Финансирование институтов связывается с количеством публикаций. Чиновники считают, что платят ученым деньги за продукцию и фиксированную сумму за статью. Но это неправильный подход. Статья о статье рознь, уверен академик. «Науку нельзя оценивать только по количественным показателям», — говорится в обращении клуба 1 июля. Задача науки не в том, чтобы плодить максимальное число публикаций, а в том, чтобы исследовать мироздание и извлекать из полученного знания пользу для человечества. Что вице-премьер Татьяна Голикова рассказала ученым о проблемах российской науки, при этом ученым непонятно, какие будут санкции в случае недостаточного количества публикаций, говорит господин Брашкин. Если деньги выделены в обмен на определенное количество статей, то в случае нехватки их придется возвращать в бюджет. А как это будет происходить? Этого директорам институтов никто не объясняет, недоумевает ученый. По его словам, завышение требований может обернуться резким снижением качества публикации статьи и начнут писать для отчетности. Раньше в планах для чиновников специально указывали меньше статьей, чем собирались написать. Но сейчас-то начали наконец указывать то, что реально могут. Члены клуба сообщили твердый знак, что в четверг отправит официальное письмо президенту РАН Александру Сергееву с просьбой уточнить, согласовывалось ли увеличение минимального количества публикаций с РАН. В среду твердый знак не удалось получить комментариями на Барнауке. В пресс-службе президента РАН сообщили твердый знак, что Александр Сергеев находится в заграничной рабочей поездке, но уже на следующей неделе встретится с членами клуба 1 июля и обсудит их претензии. «По многим вопросам я согласен с клубом, но в данном случае не совсем понимаю их недовольства», сказал твердый знак вице-президент РАН Алексей Хохлов. «Так как зарплаты выросли, то выросли и требования, предъявляемые к ученым». И разумеется, министерство должно контролировать количество и качество научных публикаций. Ведь в настоящее время уровень российских исследований по многим показателям не дотягивает до мирового уровня. Господин Хохлов согласился, что Миноборнауке следовало бы более детально разъяснять принципы, на основе которых сформулированы критерии и газзадания, но заверил, что различия публикаций для научных направлений будут учитываться, для естественных наук приоритет. ВАЗ и СКПС для гуманитарных другие базы. Александр Черных, Анастасия Неклюдова